МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Алтайском крае разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом и, возможно, приостановят плановый прием. Заграница или Краснодарский край? Меняют ли планы алтайские туристы в связи с открытием Турции? Как барнаульцам можно обучить своих собак разным приемам и сделать это бесплатно? На Алтае могут приостановить плановый прием пациентов. Об этом накануне сообщили в Минздраве региона. Ситуация по коронавирусу продолжает ухудшаться. По данным оперштаба, третья волна пандемии начала набирать обороты с середины июня. Только за минувшие сутки заболели 176 человек. Это почти втрое больше, чем в предыдущие месяцы. Семь пациентов скончались в ковидных госпиталях. Если эпид-обстановка продолжит ухудшаться, власти будут вынуждены приостановить работу поликлиник. Решение о введении ограничений по оказанию плановой медицинской помощи может быть принято только на оперативном штабе при дальнейшем ухудшении эпид-обстановки. Мы просим жителей Алтайского края соблюдать санитарно-эпидемиологические мероприятия, носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в массовых мероприятиях. В Алтайском крае открыли дополнительные койки для лечения больных с ковид-19. В эту субботу ковидный госпиталь развернули в Благовещенской центральной районной больнице. Он на 90 мест. Вновь полностью перепрофилируют для лечения ковид-19 Алтайский краевой госпиталь для ветеранов-воин в Барнауле. Дополнительные койки откроют в городской больнице номер 2 Бийска и в городской больнице номер 3 Рубцовска. Напомним, что на пике заболеваемости в регионе работали 33 ковидных стационара. Это почти 6 тысяч коек. По заверению Жанны Вахловой, начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения проведена ревизия и все медучреждения находятся в суточной готовности. Напомним, Виктор Томенко переболел новой инфекцией осенью прошлого года. Тогда губернатора пришлось госпитализировать в больницу, так как у него развилась двусторонняя пневмония. Добавим, в регионе на данный момент привито 254 тысячи жителей. Это даже не 50% населения. Еще 67 тысяч ждут второй укол. И в продолжение темы. Жители Алтайского края не торопятся отказываться от своих путевок на курорты Краснодарского края. Вопреки статистике по всей стране. Об этом нам сообщили в Алтайской региональной ассоциации туризма. Напомним, на днях в СМИ появилась информация от директора ассоциации туроператоров России о том, что россияне аннулировали уже более 30% бронирований на июль и более 70% на август. Во многом это связано с тем, что 22 июня открылась Турция. Во многом и потому, что власти Краснодарского края накануне сделали заявление. С 1 июля постояльцев будут принимать только с отрицательным ПЦР-тестом, либо с сертификатом о вакцинации. А уж и с 1 августа двери отелей и пансионатов и вовсе будут открыты только для тех, кто привился. Исключением станут туристы с противопоказанием к вакцинации. Однако в турагентствах еще питают надежды об отмене такого решения. Руководитель Ростуризма Дагузова сейчас обратилась к правительству Краснодарского края с тем, чтобы разрешили с 1 августа принимать туристов и на основании ПЦР-анализа, и на основании прививочного сертификата. Однако алтайских туристов и сейчас особо ничего не смущает, так как еще в прошлом году в отелях и пансионатах Краснодарского края уже требовали ПЦР-тест. Здесь ничего нового. Помимо курортов Краснодарского края, сейчас у наших туристов огромной популярностью пользуется отдых в Турции. Причем настолько, что турецкие отели уже сообщили о росте цен с середины июля. У нас уже есть обратная связь туристов из Турции. Очень чисто, все дезинфицируют. Море теплое, солнце яркое, безопасная система питания. Поэтому, в принципе, туристы все довольны. И что касается ПЦР-тестов, очень многие туристы отмечают, что не рады, что введены ПЦР-тесты. Потому что, когда они садятся в самолет и знают, что вокруг все пассажиры с отрицательными тестами, это придает большее чувство безопасности. Кстати, как нам сообщили в Алтайской региональной ассоциации туризма, среди алтайских туристов уже очень много тех, кто прошел вакцинацию. Примерно 30%. Можно спрогнозировать, что долгожданный отпуск станет хорошей мотивацией и для других жителей региона. И к другой теме. В минувшую субботу отмечался день борьбы с наркозависимостью. В прошлом году на территории края было зафиксировано более 4,5 тысяч больных. И только 15% из них возвращается к нормальной жизни. Но, говорят эксперты, многие уже безвозвратно травмировали психику веществами. Для того, чтобы обезопасить подростков, барнаульские волонтеры проводят показы в профилактических фильмах. На одном из таких побывал Артем Гусельников. День борьбы с наркотической зависимостью начался с показа фильма «Меня это не касается». Зрителями стали дети и подростки, которые находятся в группе риска. Так, например, Елена Дрожинкина привела на встречу своих внуков для профилактики. Дети же, они очень наивные. Бывает, что у них опыта была жизненного. Им необходимо, чтобы получить опыт заранее, чтобы не случилось беды непоправимой потом в будущем, когда они уже будут готовы созреть. Картина рассказывает о жизни молодых людей, в которой наркотики играют не последнюю роль. Фильм снят еще 8 лет назад, но эта проблема, говорит Дмитрий Симонков, актуальна до сих пор. Мужчина и созданная им общественная организация уже много лет борется с пропагандой наркотиков. По всему городу можно встретить граффити с рекламой наркомагазинов и предложениями поработать закладчиками. И именно их закрашивают волонтеры. В основном это спайсы, соли, скорости. Это синтетика. Она непосредственно уже на мозг воздействует, на психику человека. Если раньше были наркотики растительного происхождения, то есть с человека можно было как-то работать, чтобы он вышел в ремиссию, то сейчас на данный момент это очень трудно и процент очень маленький. Вернуть к нормальной жизни получается не более 15% потребителей. Именно поэтому, считает Дмитрий, важно предупредить интерес среди подростков. Присутствующие на встрече не просто разделяют это мнение, а считают, что так называемые легкие наркотики не менее опасны. Наверное, таких быть не должно, ведь даже если легкий наркотик, то человек может слабый, то есть организм его может легко взять, даже легкий. Программа профилактики употребления будет работать до 2025 года. А для тех подростков, кто уже попал под влияние наркотиков, созданы реабилитационные центры «Радуга» и «Хвойный». И они, к сожалению, не пустуют. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. В Павловске сегодня проходят всесибирские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Спасатели из 10 регионов собрались, чтобы выявить лучших. Зачем этот спорт нужен сотрудникам МЧС? И почему профессиональные участники таких соревнований не выезжают на пожары? Узнавал Андрей Дреер. Подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа. Неподготовленных шокирует. А между тем у спасателей, кроме преодоления высоты, впереди еще и огонь, и вода, и бег с препятствиями. Победа в таких соревнованиях и выполнение норматива хорошо поощряются. Кандидат в мастера спорта 60% от оклада, мастер спорта 100% от оклада, первого заряд 50%. Поэтому есть стимул, есть куда стремиться дополнительно стимулировать наших спортсменов. Но в основном, конечно, это не вопрос в деньгах, в заработной плате, это вопрос в престиже нашей профессии, в престиже того, что наши сотрудники должны быть спортивны. Сегодня пожарно-спасательным спортом профессионально занимаются сотрудники МЧС, которые не выезжают на пожары или паводки, как подтверждает Екатерина Гусева, инспектор по боевой и физической подготовке. Умение за 14 секунд забраться на четвертый этаж требует долгих тренировок. Это фактически не спасатели, а спортсмены-спасатели. Сама Екатерина недавно привезла золото из Белоруссии. Да-да, этот спорт и международный тоже. Спасатели, которые почти ежедневно борются с огнем и любой другой чрезвычайной ситуацией в соревнованиях, но уровнем пониже, участвуют тоже. Только для них это скорее сдача нормативов. Конечно, спорт мне много помогает в службе, то есть в тушении пожара. Здесь видите, как можно увидеть, как вообще преодолевается здесь полностью пожарное оборудование, штурмовая лестница, с которой можно преодолеть хоть на какой этаж. На этих соревнованиях выберут лучшую команду Сибири, которая выступит уже на чемпионате России. Традиционно хорошие шансы у Новосибирской, Кимеровской областей и Красноярского края. Но посмотрим и на результаты алтайских сотрудников МЧС. Впереди еще два дня состязаний. Андрей Дригер, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня у школьников Алтайского края резервный день для сдачи ЕГЭ. Речь идет о тех выпускниках, которые пропустили экзамен по уважительной причине. Также резервный день касается и тех, чьи апелляции о нарушении порядка конфликтной комиссии были удовлетворены. Сегодня школьники написали ЕГЭ по географии, литературе, иностранным языкам, биологии, истории и русскому языку. Экзамены в резервные дни проводятся в таком же режиме, как и основные. В аудиториях работают системы видеонаблюдения. За ходом ЕГЭ смотрят общественные наблюдатели. Добавлю, что запасной день сдачи ЕГЭ запланирован также на завтрашний день и на пятницу. А у православных россиян сегодня начался Петров пост. В этом году он стартует 28 июня и продлится две недели. Завершающий день, 12 июля, считается праздником святых апостолов Петра и Павла. Этот пост считается одним из самых мягких в православии и не подразумевает глобальных ограничений в пище. Положено отказаться от молочных, мясных продуктов и яиц, а по средам и пятницам – от рыбы. В целом, гастрономические ограничения не самое главное. В этот период необходимо меньше времени уделять развлечениям и больше молитве, духовному росту, покаянию и добрым делам. А накануне сотни жителей Алтайского края вышли в недельный крестный ход до села Коробейниково к чудотворной иконе Божией Матери. Судя по видео, желающих в этом году собралось немало. Но, как сообщили в епархии, в связи с ограничениями по коронавирусу посещения населенных пунктов по пути крестного хода не будет. Воспитываем четвероногих друзей правильно. Федерация кинологического спорта Алтайского края выиграла президентский грант на сумму 485 тысяч рублей. Средства пойдут на проект, направленный на бесплатное обучение собаководов и их питомцев. Как будут проходить занятия, кто сможет принять участие, об этом расскажет Дмитрий Дроздов. Каждый, кто хочет приобрести собаку, мечтает, чтобы она была послушной и легко поддавалась тренировкам. Но не стоит забывать, что лучшие друзья человека, как дети, с ними постоянно необходимо заниматься. Сейчас в Алтайском крае нет бесплатных курсов для собаководов. Но после того, как Федерация кинологического спорта выиграла президентский грант, любой желающий может прийти на занятия по теории. Курсы будут организованы для людей, для тех, у кого пока что нет собак. То есть те, кто еще не знает, какую породу выбрать, не знает, как их воспитывать, как их дрессировать, как правильно с ними обращаться, какая порода подойдет им для дома, лучше для квартиры. Когда созданный выбор уже сделан, можно приступать к практическим занятиям. В первую очередь кинологи научат, как сделать, чтобы пес не тянул поводок, не лаял на всех встречных, подходил по команде и шел рядом. Также участники программы пройдут курсы по послушанию, коррекции поведения и носворк. Это задача для собак, найти определенный запах. Но будущим собаководам следует знать, что одних занятий может быть недостаточно. Добиться совместного результата можно только при большом желании и терпении. Если есть желание дрессировать собаку, это очень интересно и это несложно. Несложно ни для собаки, ни для человека. Нужно уделять этому какое-то время каждый день. Курсы начнутся уже с августа. В группе будет по 5-8 собаководов. Теорию и практику планируют провести сразу для всех. Но будут и индивидуальные занятия. Записаться на курс можно через группу в соцсетях Федерации кинологического спорта Алтайского края. Занятия будут проходить специальным для собаководов в зале на Балтийской 105. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. Тем самым машина в прямом смысле почувствует всю прелесть наших дорог. Как вылет автомобиля после гонки. Это тоже отдельный цинус посмотреть. Поскольку на кочках, на которых мы привыкли ездить 15-20 и думать вообще проедем там или нет, то здесь ребят на Камазах поедут 90-100. Участие примут порядка 45 стран. Это 300 участников. Трасса Шелкового пути состоит из 10 этапов. И маршрут поведет участников из Омска через леса Сибири, Алтайские горы в Монголию, пересекая ее с запада на восток, уводя караван ралли в пустыню Гоби. Финиш гонщики Шелкового пути увидят только 11 июля в Улан-Баторе. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 23 кнопки в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205 545. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok